И в этом видео мы с вами разберемся, почему у вас желание либо вообще не сбывается, не исполняется, либо исполняется с большим трудом. Приветствую, меня зовут Павел Колесов, я тренер, коуч, уже более 20 лет, я помогаю людям легко исполнять их желания. Сейчас я нахожусь на Алтае, тут река Сёма, тут такой классный вид, решил вам его показать. В общем, такая вот красотища, захотел сюда приехать, приехал, отдохнул. И почему важно знать, из-за чего ваше желание не сбывается. Если вы не понимаете причины, почему, собственно, ваше желание, вы там приходится биться, в общем, как рыба блёс с нулевым результатом, либо что у него там через огромный труд достигается, вы с этим ничего не можете сделать. Когда вы понимаете причину, из-за чего у вас ваше желание не сбывается, не исполняется, вы можете на эту причину повлиять, вы можете её изменить. Потому что вы можете изменить только то, что вы осознаёте, только это поддаётся вашему управлению. Если вы нечто не осознаёте, вы этим управлять, к сожалению, не можете. Так вот, самая первая, самая главная причина, почему ваше желание не сбывается, не исполняется. То, что если вы зарабатываете меньше, чем миллион рублей в месяц чистыми, с 99% вероятностью абсолютно все ваши желания невротические. Что это значит? Это значит, что либо желаний у вас вообще нет, и вы живёте в состоянии потери смысла жизни, непонимания, зачем жить, либо желаний очень мало, и вы боитесь, что они не исполнятся. А если это не протрёт, если выгодится работа, если не будет денег заплатить за кредит, а если муж уйдёт, и чем сильнее вы напрягаетесь, тем тяжелее будут отбываться ваши цели, ваши мечты, ваши желания. Потому что есть одно простое правило. Очень хочу портить цель. Если желание ваше невротическое, если с ним связано очень много эмоций, страха, переживания и неуверенности, вам будет это желание даваться очень тяжело, очень трудно, очень напряжно. Но это касается абсолютно всех людей. Но есть здесь ещё одна интересная закономерность. Если понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, кнопку лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, когда на моём канале будет выходить новое видео. Ну, и если у вас есть друзья, у которых почему-то их желание сбывается, это тоже тяжело, поделитесь этим видео с вашими друзьями, чтобы они тоже могли узнать, как это можно изменить. Итого, соответственно, если вы хотите снизить вот эту первую причину, необходимо снимать уровень напряжённости по поводу этого желания. Необходимо продумывать план Б, С, Д, Е. Необходимо, что у вас было не просто, я вот иду к одной цели, у меня больше ничего нет. Необходимо, чтобы вы шли не к одной цели, а в сектор. Понимать, что я хочу, чтобы вот в этом секторе у меня был такой объём целей. И когда у вас не одна цель, а множество совокупных целей, тогда у вас спадает напряжение по поводу каждой конкретной, а чем меньше напряжение, тем проще ваши цели, ваши желания сбываются, достигаются. И вторая причина, почему ваши желания могут добываться с трудом. Это причина психотипическая. Потому что у каждого человека есть свой психотип, и у каждого психотипа есть своя невротическая потребность. И эта невротическая потребность, она как раз предопределяет ваши результаты в жизни и то, что вам даётся легко, что вам даётся с трудом. Ну, например, психотипическая невротическая потребность у людей психопатического склада характера «Все должны увидеть, что я есть мир! Смотрите, вот он я, давайте замечаете меня!» Именно поэтому люди, ну и в первую очередь мужчин, потому что женщин-психопатов меньше, они обычно крупные, они очень шумные, если они где-нибудь сидят в ресторане, слышно на улице, не то что соседнем зале вообще, на улице там слышно, как они там орут песни, ругаются или просто там что-нибудь такое отмечают. Это, собственно, их невротическая потребность. Доказать, что я существую, вот он мир, смотрите, вот он я. Да, и вот это невротическое желание как раз, ну, с одной стороны, помогает им прошибать стены и зарабатывать большие деньги, с другой стороны, это же невротическое желание мешает им находиться в счастливых, гармоничных семейных отношениях. Потому что нужно все время доказывать, что вот он я есть, а это они обычно делают через насилие, через насилие по отношению к партнеру. И поэтому у людей психопатического склада характера где-то лет до 35 у них нет понятия любви вообще, у них есть только понятие секса. Психопатические люди трахают все, что движется, в прямом смысле, потому что у них очень много энергии, очень большое либидо, и, собственно, они активно занимаются сексом. Но за этим сексом любви нет вообще никакой, ноль, отсутствует. Почему? Потому что эмоции и чувства подавлены, потому что нужно все время доказывать, что вот он я какой, вот он я какой молодец, вот он я самый крутой, и замечайте меня. Если вам эта тема интересна, я приглашаю вас на мой марафон по психотипированию людей, там мы как раз разбираемся более подробно с этой темой, какие есть психотипы, какие у них есть желания и потребности, как этих людей можно отличить, и как, собственно, можно использовать для того, чтобы договариваться в семье, для того, чтобы подбирать правильных сотрудников, для того, чтобы правильно воспитывать детей, для того, чтобы строить свою жизнь по-настоящему счастливой. Следующий пример. Нарциссы. У нарциссов невротическое желание быть самыми лучшими, самыми прекрасными, самыми потрясающими. И это нарциссам позволяет, с одной стороны, людям нарциссического психотипа, это не психиатрический диагноз, это акцентуация личности, это особенность психотипа. Это позволяет нарциссам быть проводниками, проводницами красоты в этот мир, и они на самом деле создают красивый платье, создают красивую обстановку дома, красивые блюда. Но, с другой стороны, вот эта невротическая потребность, чтобы было все идеально, она может вызвать конфликты в семье, потому что ложечки должны быть строго параллельны друг к другу, салфеточки должны быть аккуратно расставлены, в туалете все должно быть аккуратно вымыто, тарелочки должны стоять только на своем месте, если не так, тут же начинается скандал. И обычно у нарциссов, если им дают какую-то негативную обратную связь, начинают это как-то кратиковать, у них это вообще вызывает бешеный гнев. То есть нарциссам нужна только позитивная обратная связь, чтобы их хвалили, говорили, что ты самый прекрасный, ты самый замечательный, ты самый уникальный, у тебя получается лучших всего, ты там звезда номер один, лучше тебя вообще никого не существует. И нарциссы от этого обалдеют, нарциссам от этого хорошо. Вот эта невротическая потребность как раз быть идеальным, быть непогрешимым, быть самым лучшим мешает им расслабляться. И нарциссы, они живут все время в перманентном состоянии напряжения, то есть просто расслабиться ничего не делать, для людей нарциссического психотипа это прям вызов, это прям огромная растяжка, как-то ничего не делать. Грядки еще не проповыты, там газон еще не полит, мусор еще не выкинут, дома ремонт не доделан, посуда еще не вся перемыта, шторы еще не все перестираны, окна еще не все помыты, там обувь еще не вся расставлена и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А к чему это приводит? Ну, если человек постоянно живет в состоянии стресса и напряжения, это приводит к тому, что человек через какое-то время естественным образом приходит в состояние синдрома хронической усталости, когда в состоянии серии что воля, что неволя, все равно, когда просто ничего не хочется. Но даже в таком состоянии нарциссы, собственно, себя за шкирку отрывают от постели и тащат вперед, и, собственно, падают только тогда, когда у них прям со здоровьем уже совсем настолько плохо, что даже уже вставая с кровати с трудом, просто от того, что переработали. У маниакальных людей. Маниакальные люди хотят быть всегда правыми. Маниакальные люди, у них невротическая потребность быть всегда правым. У них невротическая потребность быть непогрешимым. То есть маниакальные люди считают себя проводниками правды и правил в этот мир, и тот, кто не совпадает с их правдой, с их правилами, подвергается очень большому астракизму, очень большому конфликтам. Поэтому маниакальные люди – это люди высококонфликтные, потому что у них в голове есть какая-то идея, они эту идею насаждают всем окружающим, даже тем окружающим, которые, в общем, с этим не очень согласны, этого не очень хотят. И вот такие вот невротические потребности есть абсолютно у каждого психотипа. И, с одной стороны, они могут помогать людям достигать каких-то целей, но, с другой стороны, эти же самые невротические потребности очень сильно ограничивают, очень сильно сужают спектр возможностей, и в итоге, на самом деле, лишают человека счастья. Потому что чем больше у человека вот таких невротических потребностей, за которым стоит страх, потому что за каждую невротическую потребность стоит страх, у психопатичного то, что его не заметят, откуда это берется? Потому что если ребенка в детстве не замечают, его не кормят. Если ребенка в детстве не кормят, он умирает от голода. То есть вот эта вот невротическая, психопатическая потребность, что да, все замечаете меня, вот он я, на самом деле растет из страха умереть от голода, на одном из таких глубинных уровней. У нарциссов то же самое. Им в детстве внушали, что ты вот уникальный, неповторимый, идеальный, ты не должен быть ни на кого похож, потому что если ты похож на всех остальных, тогда, в общем, ты никому не нужен, и тебя тогда не любят. И за каждую из таких невротических потребностей стоит какой-то страх, и чем больше страх за этим стоит, тем меньше у человека свободы, и тем, соответственно, больше у него напряжения и меньше счастья в жизни. Так что, если вам интересно с этой темой разобраться, я приглашаю вас на мой марафон. Ссылочка для регистрации марафона находится под этим видео. Пожалуйста, регистрируйся, там мы подробно разберемся, какие есть психотипы, какие у них есть сильные и слабые стороны, как они выглядят, потому что у каждого психотипа, наша психика формирует наше тело. И в зависимости от того, какие у каждого человека, у каждого психотипа есть психотипические задачи, это формирует тело. Ну вот у психопатов, которым нужно все время доказывать, вот он я есть, вот заметьте меня, это обычно мужчины очень телесно крупные. И отличается от психопатов, у них отсутствует шея вообще. У них голова сразу переходит, собственно, в плечи. Почему? Потому что нужно, собственно, держать удар, нужно уклоняться, нужно бороться. Потому что психопаты живут в мире, в котором идет постоянная битва, постоянная война за ресурсы, постоянная война за жевание. Ну, в общем, если вам эта тема интересна, если вы хотите лучше понять себя, если вы хотите разобраться, что же вас останавливает, я приглашаю вас на мой марафон. Ссылочка на марафон находится ниже под этим видео. Регистрируйся, пожалуйста, прямо сейчас. И там мы как раз и разберемся, какие бывают психотипы, в чем их особенности, сильно слабые стороны. И повторю еще раз тезис. У вас одна из причин, почему ваши желания не сбываются, потому что они являются невротическими. Потому что за вашим желанием стоит какая-то потребность, стоит какой-то страх. Если у вас есть какое-то желание, и за этим желанием нету страха, просто там интерес, радость, предвкушение, расслабленность, азарт, удовольствие, радость, тогда такие желания сбываются легко. Они сбываются без напряжения. Но чем больше у вас за вашим желанием стоит напряжение, страха и невроза, тем, первое, либо ваше желание будет сбываться тяжелее, либо, второе, вы этого будете достигать, но вы будете обесценивать эти результаты. Точно так же, как нарцисс обесценивает свои результаты, что что бы нарцисс ни сделал, это все еще недостаточно прекрасно, все еще недостаточно хорошо. Как бы психопат не доказал, что да, вот он существует, все его заметили, это недостаточно, чтобы замечал вообще абсолютно весь мир. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, на мой взгляд, когда ты живешь не в состоянии стресса, невроза, а в состоянии радости, счастья, удовольствия от своей жизни, это гораздо, гораздо лучше. Если вам интересно, как это можно сделать, приглашаю вас на мой марафон, ссылочка под этим видео. Регистрируйтесь и увидимся на марафоне. Ну, и если вы еще не подписались, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, потому что на моем канале я регулярно выкладываю разные интересные видео о том, как жить по-настоящему счастливо, радостно, зарабатывать хорошие деньги и быть по-настоящему везучим, удачливым человеком. Это на самом деле классно, когда у тебя в жизни все складывается именно так, как ты хочешь. Ну что, благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов. Мой персональный сайт pavel-kolesov.ru. И да пребудет с вами сила и любовь. Всего хорошего. До свидания. До встречи на марафоне. Я в вас верю, что у вас все получится.